вот какая-то прикольная штука да то есть я цензурируем почему я стал цензурируем мне естественно не ясно но в отличие от людей цензурируем их не на машине только туда здорово дорогами только на машине туда заедешь да ничего работает прикольно да я люблю город наш потому что город дал мне денежки спасибо городу моему большой сегодня и сейчас почему мне начали я так и не доезжаю о чем идет что в этом плохого я очень сильно люблю владимир владимирович мало того я был у него снимала в городе магнитогорске да 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 фсош на допыта у меня тоже был и у вы знаете вот эти сказки про то выбора не выборы я говорю давайте все-таки вспомним россию да мы что царя выбирали что нет мы генерального секретаря цк кпсс выбирали нет чё жили плохо что ли вы мне рассказывать как и плохо жили советском союзе я-то знаю как мы хорошо жили в советском союзе мне бы туда вернуться вернуться и получать бесплатное медицинское образование лечение естественно образование история вот это было клёво да ну да ладно но в связи с тем что мы живем в некоторое другое время уже ветра 20 на носу уже второе десятилетие как бы уже пройдено у нас есть дивная штука под названием интернет клёвая штука под названием интернет я естественно залез туда и я вам объясняю события давайте начнем с того с чего нас реально доит то есть давайте определимся если вы в интернете вписываете то я допустим интернете писал покажите мне сколько стоит оптовая цена на нефтепродукты то есть нефтепродукты у нас продаются с наценкой от 25 процентов некоторые тратят больше но извините если лукойл круто то на кого вы деньги зарабатывают на нас с вами естественно поэтому там ценники выше с другой ситуации я могу заправиться там ценники допустим тоже 92 литр бензина 37 рублей есть такая что прямо напротив стоит да как по-другому то вот вот теперь становится еще более интересно ладно хоть нефтяники не столько на нас деньги зарабатывают сколько на нас деньги зарабатывают газовики газовщики да оптовая цена бензина оптовая цена бензина можете сами посмотреть никаких проблем не возникает оптовая цена бензина это 9 рублей 30 копеек может быть еще дешевле потому что ценники вниз спустились надо тоже понимать о чем идет речь да за сколько нам все это дело продает даже не сто процентов а выше то есть клево да мы с этим еще и живем теперь почему мы сюда приехали да у нас типа какой-то кризис коронавирусный хотя коронавирусный кризис вы также можете посмотреть я все это делал объяснил то бишь я решил ради прикола посмотреть сколько стоит big mac так вот одна котлеточка там стоит ну смысле двойная котлеточка стоит получается 80 рублей если одна котлеточка стоит 40 то будем считать что двойная котлеточка стоит 80 рублей до 80 копеек короче она стоит копейки нам реально 80 рублей до 80 копейки нас или в а погоди ну короче там получать 8 рублей простите до 8 рублей то бишь если все это дело умножить на 8 получается та самая цена 32 рубля за килограмм говядины то есть ценники здесь прыгают ну будем говорить от 400 процентов до 800 процентов если раз 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 вы понимаете зачем это речь и тем не менее и тем не менее вы посмотрите как они живут красиво построено все да это тоже мы же должны оплачивать правильно мы платим естественно а вот теперь возникает другой вариант вопроса то бишь примерно столько же зарабатывают шашлычницы безбормочницы все остальные горсти города магнитогорска да но когда я к ним говорю что обратите внимание как поступил в мой замечательный любимый макдональдс как он поступил естественно телевизионную рекламу и обратите внимание сколько людей люди приезжают покупают то что должно быть это идеальный вариант молодцы ну молодцы макдональдс тоже хорош почему же эти товарищи с головкой провернутой используют интернет потому что макдональдс не использовал интернет круче телевидение ничего не бывает к слову событий господь бог дал мне такой вот я в него действительно верю если бы не он то наверное я был уже на том свете спасибо им господи что он есть я его молюсь естественно год был 2009 года а до этого все же удалось неплохо до 2009 году дядя лёша подошел к зеркалу сказал нежели богата лёха нефиг начинать понимаете из того момента именно с того момента я перешел пути немножко другому развития то есть по сути событий мне деньги не нужны почему мне деньги не нужны потому что я занимаюсь сельским хозяйством да естественно ему занимаюсь я ем свою картошку свои огурцы и свои помидоры лук свой чеснок свой ну и все остальное тоже там же кроме всего прочего оказалось внезапно оказалось спасибо это хорошо что у меня мой саппинус неси персики да 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 ну или мандарин ну короче из той же оперы я думал что все это дело закончится но господь бог дает мне возможность жить и господь бог мне дает возможность работать и понимать что ребят не в деньгах счастья не в деньгах счастья мне главное чтобы машина была заправлена а все остальное нормально работает так о чем мы сейчас будем дальше говорить я уже дал пистонов нашим говнюкам которые не работают с телевидением но это их не проблема то есть макдональдс нормально реально заработают а вы сидите в бамбу курите продавцы там без бармаков самсы и всего остального ну и шашлыки туда же в ту же степень потому что шашлыки это вообще тема весьма интересного думать там что-то мочит да нет конечно все это дело нанизывается и больше никакого там дела то и не существует но да ладно может кто-то с мозгами сработает вот раз мы начали заниматься сельским хозяйством и вы думаете что у меня какие-то возникают проблемы с сельским хозяйством да нет вообще никаких проблем я себе вовремя купил газонокосилочка и все шлеп-шлеп-шлеп за два часа я все сделал не торопясь с отдыхом естественно куда торопиться-то все потом аккуратненько посадил и все остается только пропалывать поливать и все а потом вот тебе замечательно урожай что в этом сложного вопрос сложен именно вас вы не доезжаете наверное я также не доезжал потому что также посмотрел в интернете у нас народ любит тусуется и ездить за рубеж я как человек который ездит за рубеж и неоднократно именно поэтому моей супруги там все вот так круто потому что кто таскал чемоданчики с индийскими и с арабскими еще и с турецкими танцами дядь лёш на своих плечах то есть 50 раз но будем говорить что 50 раз посчитать так может плюс минус больше или меньше мы были там я просто перемножаю по деньгам да то есть я на себя там много ничего не тратил больше денег давал там супруги все остальное то бишь каждый раз каждая поездка да и сейчас те же самые яйца поверьте мне а вы не думаете что пятерочный отель это дешево что посчитать сколько это обойдется то есть если на двоих платить 150 рублей умножаем ровно получаем семь с половиной миллионов о-о-о-о вот тут я и офигел за 7 с половиной миллионов я себе мог купить два дома может я дурак ну наверное так оно и есть то есть ребятки тоже надо подумать а для чего есть я пообщался со своим товарищем да и в принципе в россии есть можно где отдохнуть то бишь если мы будем общаться и работать с вами это будет немножко другой вариант грамотного общения поэтому смотрите телевизор смотрите мой канал он абсолютно бесплатен для вас вот и все я где это все дело и объясняю то бишь мы вернулись на круги свои мы начинаем жить на то чего у денег то скоро то не будет потому что вот этот кризис он еще только начинается кризис то есть ладно хоть макдональдс работает а остальные то что представьте вот мы едем по городу да сегодня сейчас обратите внимание я просто нахожусь на улице понедельник три часа дня так народ ничем за моей спиной еще типа ерундой занимается кушают они также также машина есть даже вот это похоже посмотрите как люди ходят то есть абсолютно все нормально и ровно но эти люди просто ходят а количество людей в смысле транспортного средства то есть раньше уже было жестко сейчас попроще то есть большое количество магазинов которые здесь находятся то есть раньше еще было интереснее при советском союзе то есть днем тишина то и вечером была тишина а сейчас движняк начинается люди тусуются да то есть это люди которые не работают на предприятии это люди которые работают в сфере бизнеса как вы прекрасно понимаете за месяц то бишь люди же хотят получать аренду а если аренда платить не получается то что это дело закрывается и скоро 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 здесь очень много будет магазинов которые в аренду все сдается а люди которых которые не могут работать их куда отправляют на отдых и вот эти сказки про то что я вам серьезно говорю из тех людей которые находятся за моей спиной 75 процентов получают за оплату черным налогом то есть представляете сколько народу потом пойдет волопинать и они сейчас уже деньги не получают я вам покажу как можно жить для этого необходимо что включить ваши мозги если мозгов не включаете все приехали вы меня понимаете мы говорим о ваших мозгах теперь другой вариант как вообще хорошо можно жить то есть если у человека допустим он занимается строительством не все красиво ровно показывает стройматериал почему не обращаться к телевидению обращайтесь к телевидению мы вам покажем и продемонстрируем и телефончик дадим чтобы люди вам позвонили а вы уже скажете сколько вам необходимо и человек вам это дело привезет туда куда нужно другой вариант еще и более интересно я сейчас дам пистонов этим всем сетевикам как бы вам честно мне почему советский всегда нравился потому что там была всю жизнь нормальная и качественная колбаса всю жизнь была нормальная хорошее качество молоко которая через три дня превращалась простоквашу был замечательный пиво а у нас было очень хорошее пиво потому что лучше пиво было с верхнеуральска наша магнитогорская бы то есть так себе но через семь дней и то и другое превращалась в отстой это потому что было качественное грамотное пиво водка у нас никогда дешево не стоило 330 если сейчас перемножить от 330 рублей то есть ни хрена не дешево удовольствие и все все остальное было нормально ровно я походил кушал и все было нормально потому что я ел качественный продукт сегодня этих продуктов не существует да зайдите в любое место посмотрите из чего у вас сосиски сделаны из кур обработки такой то есть как курица щеклевая штука да мало того что ее подкармливают потом ее убирают потом из остатков то то что осталось все это делается в прессах то есть идеальный вариант курицы она отрабатывает себя за один год то есть курятник построили большой через год уже прибыль пошла понимаете если вы эту курицу будете есть вы практически отравитесь потому что она вся на нитратах на нитритах там еще пестициды всяких ничего антибиотика по самые кривые помидоры то есть раньше мы говорили что ножки буша за полгода каким-то образом вырастают наши ножки стали уже вырастать за четыре месяца то есть всем кто производит продукты питания им реально насрать на нас с вами нужен свой собственный карман большой и мерзкий омерзительный говеный а в это же это тоже самое и водка вот раньше тема была красительская то есть у нас магнитогорский ликюроводочный завод верхнеуральский ликюроводочный завод уфимский ликюроводочный завод они производили водку причем качественную потому что был настрой грамотный сейчас что водка реально стоит копейки она копейки реально стоит вы единственно платите за упаковку вот и все но даже водки хорошей не стало понимаете то есть что мы сейчас будем да ничего и в связи с этим я вам предлагаю кстати почему нет пришли спокойненько на левый берег взяли себе 100 цыплят бройлерных спокойненько их выращиваете а взяли себе замечательный холодильничек когда надо быть забили его целиком представляете весь целиком забили у вас еще 80 тушек вас не спеша прокормят до следующего года не понимаете так понимаете еще интересная вещь а что там сложного построить в любом садом месте курнику курник но смысле место где будут не сушки сидеть да ничего сложного нет просто обили снизу сделали так чтобы собачатники туда не пришли идиотские собаки то есть они любитель собак которые без человека ходят но такие существуют да вот у изобили спокойненько и все ровненько красивично и потом у вас все хорошо другая тема а другая тема это еще и замечательные свинки да 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 но на куриц вы должны попасть на некоторое количество комбикорма кстати про комбикорм тоже обращайтесь к нам не про свинок мы сейчас будем говорить да свинки хорошо растут а свинки еще и очень хорошо потому что у вас мусора не будет ну что-то не доели и свиночкам отдали красиво да почему нет то вырастили двух свиночек аккуратненько их в морозильник сложили ну еще возьмите на всякий случай и вот у вас уже и свининка на зимку то есть да 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 а есть еще более интересные вещи то есть если ваш дом а что мешает баранов завести тоже хорошая тема господа включайте голову включайте голову через свои мозги и понимаете что интернет ничего дело в том что у меня мой интернет есть уже одиннадцатый год там реальные копейки получаю потому что в интернете что реально смотрят умных вещей там реально не смотрят смотрят всякую билиберду понимаете я работаю и показываю умные вещи поэтому иногда возможно может быть вы когда-нибудь посмотрите меня то есть не надо говорить о том что когда я показываю машины я не говорю что никого нет потому что это коммерческий она мне сказки рассказывать если это коммерческие сюжеты то я должен делать правильный вариант не надо мне по ушам проезжать хотя никто и данные материалы не смотрят все же думают о посмотрели он сейчас все это дело облажает нет это стандартный коммерческий сюжет и кроме всего прочего я вам говорю умные вещи в принципе такие же умные как и мы с вами то есть я от вас ничем не отличаюсь обыкновенный такой же человек просто болтаю чуть-чуть побольше именно поэтому мне нету ни вставок ничего то бишь когда мы говорим про навального он наконец-таки начал потихонечку там то ли ему телесуфлер говорят а у меня нет телесуфлера все что есть находится именно в моей голове то есть подумайте еще и о том как человек вам это все дело объясняет то есть нет у меня никаких телесуфлеров я все делаю в голове вы меня понимаете вот может быть кого ну ладно пускай владимир владимирович будет нашим президентом пускай он даже лучше будет до той поры до времени когда потом мы возьмем и выберем его племянника разницы нет никакой главное чтобы правительство наконец-таки начало чуть больше отношения к народу своему включать своей голове